Еще у 83 жителей Чувашии подтвержден диагноз COVID-19. Это рекордное число для республики за все время наблюдений. Итого, по данным Федерального информационного центра в Чувашии, 1522 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом за сутки выписан 61 пациент. В общем, в регионе выздоровели 405 человек. Количество летальных исходов не изменилось, их 8. Такая статистика по республике не позволяет двигаться в сторону отмены ограничений. Ситуацию сегодня обсудили на оперативном штабе в Доме правительства. Майские праздники не прошли бесследно. Республика вышла на пик по количеству выявленных положительных тестов на коронавирус. Участники оперштаба считают, что сработал фактор безответственности. Люди нарушили режим самоизоляции. И если в некоторых муниципалитетах ситуация более-менее спокойная, то в Маргаушском, Комсомольском, Шамуршинском районах зафиксирован резкий скачок. Ожидалось, что ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией, будут сняты в три этапа. Но теперь об этом говорить рано. Ситуация в Чувашкой Республике нам не позволяет двигаться по режиму смягчения тех ограничительных мероприятий и режимов, которые в нами были ранее введены. А в некоторой степени даже, я думаю, что нам следует обратить внимание на более жесткие позиции по отношению к выполнению тех предписаний и санитарно-эпидемиологических норм, прежде всего, ответственными должностными лицами, но и отдельными предприятиями, которые должны обеспечивать соответствующие процедуры. А пока действуют ограничительные меры, в поддержке по-прежнему нуждаются самые незащищенные свои населения. Очень мощно набрало движение по оказанию поддержки населению. Это волонтерское движение, это добровольческое движение, предприятия подключаются. Среди них есть и депутаты тоже. Но вот я думаю, что депутатов в этом процессе могло бы быть и больше. На заседании прозвучали некоторые цифры, характеризующие готовность местного здравоохранения к борьбе с инфекцией. Так, Республика по запасу коечного фонда выполнила план на 206%. В других регионах ПФО этот показатель значительно ниже. Есть 104 аппарата ИВЛ, ожидается поступление еще 50. Развернуто 1257 коек для лечения пациентов. Под особым контролем руководства региона и вопрос денежной поддержки тех, кто на передовой. Метработники уже получили стимулирующие выплаты за март и апрель в полном объеме. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Чуваши, исполняющий обязанности министра финансов Михаил Нездряков. Всего выплаты получили 4 316 метработников. До 20 мая медики должны получить деньги уже за первую половину текущего месяца. В напряженном графике работает и служба социальной защиты. Работники у нас, завершая свой трудовой день, не покидают стационарные учреждения, не контактируют с внешним миром. Такой режим работы коснулся 31 организации. Работают в режиме изоляции 458 сотрудников. Еще одна важная тема – возвращение наших земляков в республику. 59 человек уже вернулись, еще 237 за рубежом. Двухнедельный карантин сейчас обязательное условие для всех прибывающих из-за границы. Навсегда находятся те, кто игнорирует требования. Мы затрачиваем вот такие усилия, и люди, пребывая на территории республики, не выполняют вроде бы очевидные нормы предосторожности. Конечно же, это вызывает серьезную озабоченность. Давайте организовывать будем его с тем, чтобы обеспечить и право граждан, а самое главное – в итоге безопасность и здоровье. Наталья Мальчикова, Андрей Шоколев, Республика.